И так как у нас рыбка готова, ребята, ну как можно кушать рыбку без картошечки, да? И она у меня сегодня будет приготовлена таким способом, чтобы ели дети. У нас будет ребеночек в гостях, и поэтому, например, картошку в сыре или картошку какую-то тушеную дети не все кушают. Дети любят сухонькую картошку, макать ее куда-нибудь в какой-нибудь соус, например, детский соус томатный, либо лагедный, он тоже такой, как детский легонький, то есть любители такого блюда. Это будет не фри, но что-то похожее на нее. Картошку я порезала вот такими брусками, не мелкими, то есть они почти все одинаковые, вот такие на уголочек, наискосок порезана картошина, картофелина, вот, и вот такими брусочками ровненькими порезана картошка. Здесь ее не очень много, потому что, ну, картошка должна уходить, и за столом не оставаться, потому что если она останется на второй день, сами понимаете, уже, ну, в принципе, если она будет сухонькая, то, конечно же, пойдет. У меня мисочка такая высокая, чтобы мне всю нашу картошку залить крутым-крутым кипятком, ну, где-то на минут пять, что мы и делаем. И накрою крышечкой или тарелкой, как кому удобно. И она вот в таком состоянии у меня постоит немножечко, совсем немножечко, пять минут. Я засекаю время. Все, накрыли крышкой, пускай она отдохнет. Пока картофель будет здесь слегка пропариваться, мы с вами сделаем такую смесь из специй. Что-то у меня все пиалочки поуходили. Смесь из специй. То есть здесь у меня полторы ложки муки, обычной муки. Добавлю чайную ложечку паприки. Пол чайной ложечки гранулированного чеснока сухого. Создаст такую пикантность нашей картошечки. Ну и, конечно же, приправа к картошке. Здесь у меня вот буквально на донышке высыпаю ее. Сюда можно добавлять любые специи на ваш вкус. Например, зелень какую-нибудь сушеную или томаты с базиликом, что-либо. Ну, то есть на ваш вкус. Ну, так как у меня ребенок, знаете как, не все специи, может быть, кушает. Ну, а паприка и чесночок, они будут в слабом таком, слабая нотка. Вот, сейчас пропарится наша картошечка. И потом мы приступим к следующему нашему действию по приготовлению маленького, но такого приятного, уютного стола. Прошло время, 5 минут. Я через друшлаг слила картофель наш, выкладываю на досточку. Теперь мне его надо как можно больше обсушить, то есть в салфеточке. У меня кухонного полотенца нет, есть салфетки, но это даже и лучше. Вот так вот я буду сейчас промакивать картофель. Переверну еще раз, промокну, и он будет почти сухой. Духовку я уже включила, она нагревается. Эти салфетки нам не пригодились. Картошечка обсушена. Я сейчас ее посыпаю нашей... Нет, не посыпаю, у нас же еще не добавлено ни соль, ни перец. Главное не забыть о вовремя. Вот так, соль и перчик. Перемешиваем. Мука нам нужна для того, чтобы создать такую крошечку, чтобы она была сухонькая и поджаристая. Вот так вот я посыпаю ее, переворачиваю и еще раз посыпаю. Вот таким составчиком интересным. Вот так аккуратненько, чтобы она друг об дружку обтиралась и была вся в крошечке этой. Так как она постояла в кипятке, ей не нужно будет долго стоять в духовке. Она дойдет до нужной консистенции, но вот эта вот корочка из муки и специи будет красиво смотреться таким розовым цветом. Слегка, с легкой такой коричневой скориночкой. Все. Теперь у меня заранее приготовлен противень, простеленный пергаментом. Я сейчас противень полью подсолнечным маслом. И красивенько выложу конусом вверх нашу картошечку острыми уголочками. И она будет вся красиво обжариваться. И такой будет легкий эффект фри, но в духовочке. Она получится не сильно плотно уляжется, потому что картошки немного. Вот и все. Все, наша картошечка улеглась на противень. И я ее отправляю в духовку на минут 15, не больше, потому что у меня конвекция в духовке, у кого нет, то, конечно же, получится немного дольше. Сейчас я еще буду обжаривать просто на сковороде, на сухой лаваш, внутри которого завернут кусочек сыра. Такие слайсики нарезала. Дети это очень любят, тем более ребенок идет со школы голодным. Мне его нужно покормить. Ну и, как всегда, по ходу подачи блюд я вам буду показывать уже на кухне непосредственно, что еще будет там готовиться. Это салат из черной редьки. Это просто нарезочка сыра и колбаса, но она не всегда уходит. По чуть-чуть, всего по чуть-чуть. Открыли лечо. Очень хочется попробовать. Попробовала из банки я кусочек перца. Он хрустит. Мне это нравится. Я к этому и стремлюсь. Я не люблю переваренный лечо. Сделала тарталетки с печенью трески. Здесь у нас входит два вареных яйца, печень трески и маленькая луковичка, порезанная очень-очень мелко и присоленная, чтобы не давала такую большую горечь. Это все та же наша рыбка. Это морковку сама сделала корейскую. Попробуем. Вот такая у меня мелкая терка, но терла я ее очень долго. Не могу найти себе удачную терочку. Это селедочка. Куда ж без нее, правда? Хоть и рыба жареная, но это так скажем, вдруг кому-то захочется селедочки. Это салат из квашеного огурца. Вот все остальное на кухне. То есть картошечка в духовке. Потом что еще? В лаваше сырок. И пока все. Ну и наконец-то, ребятки, вот такая получилась картошечка. Лавашики. И Оля угостила вкусным-вкусным салатом, любимым Артемкиным. Сейчас и мы будем пробовать. Вот такой у нас вкусный-вкусный стол.